Привет, мои дорогие друзья! Сегодня у нас новогодний сказочный влог. До нового года осталась всего одна неделя, поэтому я решил снять что-нибудь приятное и подарить вам новогоднее настроение. Попробовать, по крайней мере, потому что у нас дождь на улице, плюс 7. Моя курточка рассчитана для минусовой температуры. Курточка жесть, кто не знает, новая. А у нас плюс 10 где-то сегодня. Весь вспотел. Сейчас бегу покупать BMX подписчику. Вы верите в новогодние чудеса? Я верю. Не за то, что они были у меня. У меня подарков не было где-то в последние 10 лет, а до 11 были, но не то, что я хотел. И я помню, как я радовался часиком маленьким детским с цветочками за 5 гривен. Вы сами должны творить новогоднее настроение, потому что его не будет. В том году у меня был выбор купить елку или подарить Новый год подписчикам. Я купил на 5000 гривен подарков, последних моих 5000 гривен, и раздал их в центре города моим подписчикам. Поэтому нового года у меня в прошлом году не было. Но в этом году я уже заранее купил елку, она уже есть. Но та же самая ситуация. У меня опять 5000 гривен на карте осталось. И за эти деньги я решил купить BM. Более того, я искал его очень долго, потому что за 5000 у нас продают шлак просто. И единственный малый, который купил BMX за десятку, он его дает за 5, потому что нужны деньги. Вот сейчас я иду с ним встречаться и покупать BMX для Ларика. Там на горизонте много детей, 3 человека где-то, поэтому я иду в обход. Кто не знает, тот Кайларик, это мой просто подписчик. Я его лично так особо и не знаю. Но я для него и Калина снял клип, который они, конечно же, вдвоем не оценили, потому что они не понимают, сколько это денег и труд. Для них это просто клип. 9, 9, 9, 9, 9. BMX за 9000 евро. А вот машину, которую мы подарили Калину, кто не смотрел блог, посмотрите. Машине он очень сильно обрадовался. Я понял, что мы в Ларика забрали BMX, прокачали его, хоть он стоит там копейки. И бабушка с его отцом уже гонит на меня. Где BMX, почему не отдал? Но подумал, почему буду отдавать говно, если лучше купить какой-нибудь крутой. Потому что его BMX цена не 9000 евро, на самом деле, где-то 500 гривен. Я решил сделать ему крутой подарок, потому что я вижу, как он постоянно с кальном дерется, у него много энергии, и нужно ее направить в правильное русло. Поэтому я решил ему купить крутой BMX, максимально крутой, за мой бюджет. Так, ох, на горизонте еще. Блин, куда же мне пойти, я влог уже не могу снять. Все немножечко затянулось с BMX, потому что у меня проблемки немножко в Ютубе. Мои видео монетизируются на процентов 20. Если бы на 100 монетизировались, я бы уже ездил бы на крутом спорткаре, купил бы квартиру. Но это будет моя цель на 2020 год. Я хочу с нуля. Я уже создал новый канал, с самого года начну на него выкладывать видео. И хочу в быстрый срок набрать много подписчиков, осуществить свои мечты. И надеюсь, вы в этом мне поможете. Ссылочка на канал в описании. А сейчас я иду покупать новый BMX Ларику. Этот BMX за деньги с 6 офишал. 6 офишал! Ну, лучшее место, чтобы выбрать подарок для ваших родителей, детей или друзей на Новый год. Поэтому я хочу поблагодарить каждого человека, который вкинул хотя бы одну гривню и купил что-нибудь себе в нашем магазине. Потому что весь мой контент, особенно за последних 2 месяца, полоса препятствий, деньги за трюки, Game of Bikes Артем на Ашане, деньги за трюки в торговом центре. На этих 4 влога ушло около 1000 долларов. И это не с Ютуба, ребят. Это жесть офишал. Так что благодарю всех, кто покупает у нас что-то. А в честь этого хочу сделать подарок для вас. Подарок сегодня не только у Ларика. Вы также получите от меня подарок. Это 25% скидки на весь товар. В жесть офишал по промокоду Туши камеру. Это место, где мы снимали полосу препятствий в первой части. Скоро снимем еще третью, последнюю, финальную. Теперь главный вопрос. Почему я дарю Ларику BMX, а не кому-то другому? Потому что я вижу, что у него много потенциала и энергии. Малышка, привет! Садись в протоколу! Может, я ошибаюсь, но я вижу. И я вспоминаю себя, потому что в 15 лет мне только отец купил первый велик. И он был дешевый за 800 гривен. Уже потом я не брал ни копейки в отца, а продал его, сломал, продал дороже. Потом купил, продал дороже, купил. И дошел так до велика за 20 тысяч, потом за 30 тысяч самостоятельно своим трудом. В этом велике, который купил отец, у меня отлетали шатуны. В первый же день они отлетели. Слезался квадрат, но я не пошел домой. Я вставил назад, сделал нофут, не получилось. Шатуны отпали. Я вставил назад, сделал нофут, опять не получилось. Шатуны опять отпали. И я так с отлетающими шатунами целый день катался и научился нофут. Я никогда не уходил домой без трюка. Я каждый день учился по одному новому трюку. Пусть он был и легкий. Сейчас задайте вопрос хейтерам, которые катаются на папкиных и мамкиных великах, которые обсуждают меня. Спросите у них, кто им купил первый байк. Потому что я знаю как минимум двух хейтеров, которые набрали подписчиков, где-то там 5 тысяч, 20, 50, я не знаю сколько у них, но тысячи подписчиков благодаря тому, что меня обсуждают. Я набирал первую свою тысячу подписчиков благодаря тому, что делал крутой контент. Прыгал с 10 метром, делал там даблбэкфлип какой-нибудь на велосипеде. В то время, когда никто не делал. Я первым сделал в России и в Украине. И мне не покупали родители велики. Фух, я немного пошел в спид, зашел в шприцы. Извините, что отклонилась от темы, просто мне смешно, когда люди, которые набрали подписчиков без каких-либо достижений, сидят перед камерой и обсуждают меня. Никто из них не катался, как я. В кроссовках, обмотанных скотчем, без подошвы больше года. Никто. Сейчас к ларике давайте. Если бы он был таким бы целеустремленным, как я, он бы и на своем велике, 20 килограммом научился трюки. Но я вижу, что у него глаза вообще не горят на нем кататься, и он не видит потенциала. Я бы в свое время на его месте, я бы и рад был бы такому Бэму, я бы научился на таком намного больше. И круче всех бы катался. Но я считаю, что я ему могу поспособствовать, и хочу поспособствовать, чтобы у него был легкий, крутой Бэмикс, и он на нем прогрессировал. Школьники ушли, можно пройти. Сейчас бежим, покупаем Бэмикс, и посмотрим реакцию его на то, что я отдаю ему не корчи, 25 килограммовый за 500 гривен, а крутой Бэмчик за 10 кусков. Его мама очень рада, что я ему покупаю Бэмикс, я сообщил об этом. И он был рад, но его отец и его бабушка очень негативно отнеслись к этому, сказав, что я не отдаю старый Бэмикс ему. Где Бэмикс? Я его надурил, забрал Бэмикс, снял клип и куда-то пропал. Но я маме объяснил ситуацию, что я хочу просто немного подкопить и купить крутой. Поэтому мама ждала, а бабушка уже меня начала оскорблять. Колян к ней зашел и говорит, где ты, Шаня? И мат ему уже кроет. Где Бэмикс? Он надурил. Ну ей пофиг, что я снял, за полторы штуки баксов клип для Ларика Калина. Они этого не понимают. И что мне нужно было время, чтобы накопить на новый Бэмчик деньги. Уже сейчас у Ларика будет новый Бэмикс. Привет. Через несколько часов будет новый Бэмикс у Ларика. Я забыл сказать еще, что акция по промокоду Туши Камеру действует только сегодня. А те, кто не успеет сегодня, для вас будут подарки целую неделю. То есть осталось до Нового года целая неделя. И мы каждой кофте будем дарить носки или стикерпак на выбор. А каждой такой курточке, стикерпак и носки без выбора. Так что заказывайте уже. Ладно, нужно уходить. Все сигналятся, здороваются. Извините за вечно мой сонный вид на камере. Не очень. Выгляжу, стараюсь выглядеть нормально для подписчиков, но сегодня лег в 7.30 утра спать и проснулся в 11, чтобы побежать по делам и сразу купить Бэм. Не успеваю ничего. Сегодня ночью делал новый влог, который уже вышел. Вчера вышел на основном канале, где Артем и Фомчук выбил себе три зуба. Прыгай мой дроп-перехлот. Посмотрите его обязательно. Ай, блядь, зубы бил. Так, что там у нас сзади? При миллионе подписчиков ходить на улице очень трудно, поверьте мне. Тебя преследуют все и все сигнали в каждую машину. Ну, не каждая одна из 30. Бойсы! 25% скидка в 6 офишл, пацаны! Дети! Блин, какие они же приятные! Люблю детей, поэтому Ларику дарю BMX, потому что дети это цветы жизни. Я сам был ребенком. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно! Я не понимаю, насколько это приятно. Когда мне подарили, я говорил, в часике за 5 гривен. На то время это были большие деньги. Я был рад просто. А велик я даже не мечтал, когда был маленьким. Еще раз напомню, пожалуйста, подписывайтесь на мой основной, третий канал. Мы будем с нового канала зарабатывать и вкидывать деньги в катку, в клипы и так дальше. Поэтому подписывайтесь на канал. Бойсы! Здравствуйте! Что, вы бежали? Следите за мной, бежали или что? Давайте, у вас звездный час сейчас. Так, пацаны, теперь главный вопрос. Снимаю на телефон, все фотик только что. Дарю BMX Ларику. 9 тысяч евро. Ну, уже не за 9 тысяч евро, за 5 тысяч гривен. Ну, он стоит 10. Как думаете, он достоин? Ларик, нового BMX? Да, да. За просто так? Ну, да. Как думаете, будете, будет он прогрессировать или нет? Я думаю, что нет. Ты думаешь, нет? Потому что он на старом не хотел кататься, да? А ты думаешь? Я думаю, да. А ты? Два против одного. Ну, посмотрим, да? Через полгодика. Нет, там фрирайд не будет. Там фрирайд не будет, но хотя бы на BMX, чтобы триккин научился. Все, пока, пацаны. Все, пока. Я спешу, давайте. Жестим. Все, я пришел домой, сейчас переодеваюсь. Ребята, кто смотрит мои влоги изначально, с самого начала, знают, что моей мечтой была Ламба или Импала, и поэтому я не хотел никакой тачки покупать. Купил Бэху, скинул с обрыва, потому что это не была моя мечта. Плюс польские номера, она убита была. Я не хотел даже на такой тачке ездить. Но теперь я понял, что мои друзья уже ездят по лет 10 стажа на машинах, а я еще не получил права. У них 10 лет уже все ездят, даже Таня 7 лет за рулем, девушка. А я без прав. Поэтому я сделал права. Можете меня поздравить. Это мои права, водительские первые. И теперь у меня есть стимул заработать на Ламбу или Импала. Начинаем с Нового года. И не забывайте, 25% Ребят, 25% в новогодние кофточки, стикеры, все, что хотите. В жесть офшел. Может, я плохой бизнесмен, но Дед Мороз я очень хороший. Привет. Ты не против, если я буду снимать? Ну нет. Хорошо, хочу снять просто, как я это подарочек покупаю. Ага. Подписчик. Блин, Бэмси с виду еще круче, чем на фотках. Помочь? Давай, с этой стороны пойдем. Давай. В первую очередь нужно смотреть, ребята, это ли не штаются колеса, не штаются шатуны, рулевая, или нет трещин под стаканами, перьями. Все, в принципе, больше ничего. Но Бэмикс за такую цену почему так дешево? Я понял, ну реально очень дешево, просто капец. Я посмотрел, на фотках он в хуже состоянии был, чем сейчас. Короче, за пять, да? Ну да. Блин, почему это? Смотри. Смотри. А даже за четыре девятьсот тридцать семь. И у меня еще есть два бакса, с другой картой просто перекинуть ее. Ну как раз пять штуков уйдет. Нормально? Давай. Или тебе наличкой снять нужно было? Нет, лучше наличкой. Лучше наличкой? Нет. Хорошо, тогда нужно подождать, я сбегаю в банкомат. Ну давай. Там просто такую сумму может не дать, до рубля, понял. И... Держи, это тебе подарок. За то, что привез с другого города. Спасибо тебе. Только что Маша сказала, что как раз футболка продалась и скинула мне 300 гривен и мне уже плюс 200 в бюджете. И сейчас иду покупать вам кстати тот же торговый центр, в котором мы катались вот-вот недавно. Добрый день. У нас интернет челлендж. Кто не видел влог, смотрите на своем канале. Ребята, хочу поблагодарить каждого, кто покупает хоть какую-нибудь единицу товара в жесть офисшел, потому что именно благодаря вам я осуществляю такие покупки. Весь бюджет идет только в жесть офисшел. Держи. Пересчитай, там 5000. И спасибо тебе еще раз, что так дешево дал. С Новым годом. Почитай лучше. Кто монетизация даже не позволяет мне купить научники, о которых я мечтал вот этих 10 лет, поэтому мне друзья подарили. Мы решили перед тем, как дарить Ларику, вот его дом уже рядом. BMX нормальный, который купил. Мы с Коляном, кстати, Коля на свой канал снимает видос сейчас, мы решили купить вот такой корч. Не купить, а взяли в аренду вот этот корч, и мы его разыграем продаканем, что типа мы ему дарим еще хуже, чем у него был. Как думаешь, что будет? Закресли. Все, пока. Новый BMX Ларика уже за 10 тысяч евро. Лиллар! Тебе Лилкал пришел! Открывай дверь. Ларин, ну что ты? Что ты, Ларин? Поздоровайся с пластмассовщиками. Здравствуйте. Коляна пошел к Ларику в гости. Мы купили тебе Бэм. Давай тебе завяжем глаза, да? Давай. Давай какую-то футболку. Оттащи, Ларин. Ларик мне еще в личку писал, что отец его поругал, что я его кинул на BMX, забрал у него для клипа и не отдал, и бабушка злая, все злые. Короче, сейчас с ними реакции. На очки тебе доносу. Ну все, Ларик, ты готов? Ты готов? Помнишь, я тебе BMX для клипа взял? Да. Так вот тебе новый BMX за 10 тысяч евро. Афигенный? Да. Не, ну серьезно. Ну не. Не нравится? Почему? В смысле? Не Ларик. Это лучше, чем у тебя был. А что за какие-то пранки это снявать опять? Это лучше, чем был. Ты что, Анатолий дурачков? Посмотри, какая рама. Вот, двойная. Видел? Это лучше, чем с 9 тысяч евро. Это уже за 10 тысяч евро. Это мы тебе купили, чтобы это первое время, чтобы бабушка. Я не кричал. Идем к бабушке, спросим, или тяговый BM. Я не могу. Нет? Блин, жаль. Она что, до сих пор говорит, что я тебя кинул на BMX? Не. На, короче. Все, забирай BM, все, и мы идем. Все, давай. Ну попробуй приедешься. Банихоп. Ты же приедешься, сделай бани. Ты же новый BMX, Ларик, ты не рад? Сделай какой-нибудь баник, трючок, что-нибудь. Это апрельс. Ларик, Ларик, смотри. Ой, прикольно, Уже прикольно, спасибо. Первому не обрадовался? Как тебе любим, Ларик? Это тебе подарок на Новый год. Нравится? Да. Попробуй приедете теперь, сделать что-нибудь. Давай баник. Теперь баник на метр после своего за 9 тысяч евро. О, нормально. Но это уже не за 9 тысяч евро, а за 10 тысяч гривен. Нормально? Офигенно вообще. Премиум. Попробуй, какой легкий после твоего. Ну вообще... Будешь самым крутым пацком на пуле. С Новым годом. Давай опять. Ларик, все, что я тебя попрошу, не хочу никаких условий ставить, но давай хотя бы 5 минимальных трюков за зиму научишься. Чтоб пацаны знали, что мне зря подарил этот BMX. Хорошо? Хорошо. А Колян на свой канал, он снимает на свой канал опять видосы, начал снимать. Он снимет? Снимешь, как он научится 5 трюков весной? Ну конечно. Прогресс. Все, договорились? 5 трюков у тебя. Там one foot, one hand, хорошо? Я думаю, много кто будет думать и писать, что зря подарил. И я хочу, чтобы ты доказал всем, что не зря. Окей? Давай. Жестим. А, стой. Самый главный забыл. Этот байк... Без наклеек жестим. Да, как ты догадался. Без наклеек жестим он никуда не поедет и ничего не научится. Велик не жесткий? Вот тебе стикер-пак жестим. Спасибо. Подъелка. Клей, первую наклеечку давай. Какую выберешь из этих всех? Какая больше всего нравится? Эта? Вот эта давай. Ему эта больше нравится. Мне, кстати, тоже эта, только желтая. Руки трусятся. Ногтям просто чуть-чуть зацепил. Дай мне... протри. Там, где премиум. Переклей просто. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Бяу. Чуть не правильно клеишь, нас идет. Все, теперь байк реально жесткий, крутой. Все, давай, Ларик, катайся. Учись трюки, прогрессируй главное. Надеюсь, подарок этот тебе будет полезным. И не зря. почему эмоций нет ты какой-то не знаю если мне подарили в твоем возрасте такой бэмю не знаю тут трипл сальто с ног сделал на шею ну ты рад реально? ну да, все руки дарю все себе. серьезно? не веришь или что? ну не прыгает от счастья ларик. это пранк ларик, сами велики сами купил ларик наклеил на холодильник, а бабушка не будет кричать? все бабушка будет аж через три часа дома если я уже ухожу, колян если снимет реакцию бабушки на новый байк то снимет, если нет то нет. снимешь колян? ты хочешь кататься? уже кататься сразу хочешь? а потом как придешь домой можешь набрать меня или колена мы подъедем и как ты покажешь новый бэм бабушке снять реакцию? покажи как ты жрешь зашел к ларику, не разделся, не разулся и сразу жрет еще и колбасу все ларик, катайся, прогрессируй, мы уходим. там еще ты говорил что со школы тебя выгнали, да? да. за что? за дреды или просто? нет, одноклассник измел штаны на уроке серьезно? а ты выгнал школу выгнали? даже в какие раз? его опять выгнали? чуть-чуть, да. в самый топ. то есть раньше выгоняли тебя тоже? да 4 школа самая топовая школа в городе ровно, 13 школа ларика выгнали из его школы и он поступил в мою школу, где я недавно, где недавно директор показывал мой клип поступил да и как там тебе лучше в моей школе? узнают? по-любому узнают ну да, только там французская, польская еще такой последний вопрос, покажи или подписывай на мой канал? что? телефон, только идем, идем при мне телефончик я подпишу ааа, ты не подписывай? я в фонтике я хочу смотреть или Ларик подписан Ларик подписан он не только что подписался ты только что нажал подписаться? да нет, да ты нажал только... аааа, я ж она бачу а как там проверить там все, типа я реально, я видел как ты на субскрайт нажал только что да, она зашла вообще вику usted я не 隊 я еще не на мечтании флира ИДРЕ shia подписывай я подарил бэмикс отписчику подарил бэмикс отпишу название что ты говоришь? зачем ты смотришь таки видео? что он говорил? я думаю, что морали норма... хейтер, просто хейтер Но легко сидеть за компом Обсуждать других людей Ничего не добившись Это все делают Вместо того, чтобы взять И добиться чего-то Ларик, все Можешь и сторисы постить Пацаны подпишутся на тебя Будут следить за твоей каткой На новом Баймиксе, да? Да Теперь о неминстал Ларика Подписывайтесь Все, пока, Ларик И канал Калина Он будет снимать драки с Лариком И Game of Scud Будете в Баймикс играть? Game of BMIX там какой-нибудь Конечно Game of Bike А Game of Scud Не хотите поиграть? Как? Это жестко Один одного Эй, порнуть бежом Кто сделает сам жесткий прыг? Что-то уже проснулась Проснулась, но по-прежнему Лежит в такой странной позе Я спал на бочку Возле нее в обнимку Встал, а она таки осталась спать И эта кошка постоянно так спит со мной Очень странная Гирлянды еще не купил Поэтому не хочу показывать особо елку Она очень красивая Но гирлянды недели уже едут к нам Еще не пришли Ко мне точнее Ну, к нам с кошкой Дуже дякую за дуже крутий подарунок Дуже классный велик Бомбезный Бажаю успеху в твоей справе Твоему хобби Хай счастить у всем Дуже дякую Ларик просто счастливый И я рада его таким бачить Вдохновленным Вообще На крылах Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!